Президент США Дональд Трамп, улыбаясь вчерашним друзьям из России традиционной пластиковой американской улыбкой, тем временем готовит химическую атаку по территории российского Крыма, а также ряда пограничных с Украиной областей. Удар ожидается этой или последующей ночью. Чем ярче будет осведомленность мировых СМИ об этой провокации, тем ниже вероятность того, что евроамериканцы осмелятся на преступление геноцида. Ситуация вокруг надвигающейся агрессии тем и усугубляется, что о ней знает все мировое сообщество. Оно все время бравирует своей тошнотворной толерантностью и сладкой навязчивостью в области прав человека. Но ни один американский гей так и не подал свой транссексуальный голос против надвигающейся войны. Про делки пришивого Трампа украинские евреи-потрошенковцы собираются спихнуть на и так уже много страдальных жителей ДНР и ЛНР. А им остается только громче и громче кричать. Бзасанные уши еврогея толерастов. Очнитесь, 3.14. Вы же убиваете детей. Вчера официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможной химической атаке со стороны Украины. И это не пустые слова, а разведданные, которые вскрывают настолько чудовищные помыслы иудеев-потрошенковцев, что секретить эти данные уже нет никакого смысла. Бешеного кастрату надо глушить около самого выхода из его норы. А в качестве анестезии можно использовать конфеты его же собственного производства. СМИ не раз писали о странной химии в их нежном шоколаде. На железнодорожную станцию Красногоровка в Донецкой области Украины прибыли вагоны с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Об этом сообщил Эдуард Басурин и уточнил, что украинские военные разгружают из вагонов какие-то бочки. Бочки без опознавательных знаков, а военные одеты в защитные комплекты. Разгрузку на станции контролируют специалисты британских и американских спецслужб. Басурин считает, что в зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных жителей. Информацию о готовящейся провокации уже подтвердила на специальном брифинге официальный представитель МИД России Марии Захарова. Поэтому СМИ уже не нагоняют страхи, а поднимают только малую толику античеловеческого настроя евроамериканцев. Здесь поясню. Я считаю, что император Александр II совершил самые страшные преступления 19-20 веков. Он открыл черту оседлости и из нее в Россию хлынул поток тех, кто сейчас терзает нашу родину вдоль и поперек. И будучи изначально проститутами, затаскивает своих античеловеков на священную русскую землю. Биологическая война – это один из сценариев войны НАТО против России. Многие не понимают, насколько это страшно. Отвечу – очень страшно и очень реально. Химическое оружие сделать просто силами почти человеков – индусов, китайцев и прочих англичан. А вот реальное оружие им не удавалось сделать еще никогда. У американцев так и не получилось создать ни ядерного оружия, ни стратегических ракет, ни космических ракет. А вот химия! На это способны и обезьяны. Вспомните яд курары у аборигенов, не умеющих считать даже до двух. Вы думаете, просто так европейцы до конца 50-х годов держали японцев и китайцев в человеческих зоопарках, не считая их своими биологическими братьями. В этой связи можно напомнить, что строительство 400 авианосцев, арест японских граждан и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – все это было лишь заградительной операцией, направленной на то, чтобы японцы не достигли территории США с контейнерами сибирской язвы и чумы. С тех пор прошло много времени. Китайцы и японцы и без язвы просто своим не поддающимся счислению количеством ассимилировали США и часть Европы, не выпячивая при этом своих монголоидных интересов. А теперь даже о США надо говорить как о китайской базе, о Грузии, Азербайджане и даже Украине тоже. Хотя сам Патрушенко и его команда являются коренными иудеями. Я как-то уже писал, что и эти коренные, под данным их же собственных историков, происходят из Южного Китая, а сейчас типа англичане. Так что окружение России состоялось и это опасность уничтожения нашей страны. Но поскольку те самые китайцы никогда не слезали с деревьев и поэтому не смогли выиграть ни одной войны на земле или на море, то и сейчас весь этот заговор базируется чисто средневековыми методами на заражение избирательными инфекциями. В этом и прошлом году президент России Владимир Путин не раз обращал внимание мировой общественности на то, что США странным образом сконцентрировались на сборе биологического материала русского народа. Цветной мир идет на Белую Русь уже не первый раз. То крестоносцы, то гитлеровцы, то ленинцы. Все это племя за банан расцарапает человека насмерть. А поскольку евроамериканская толерастия теперь расползлась черно-желтой массой по всем границам России, то вся западная и грузинская пограничные зоны это фронт будущей химической атаки. Причем в силу специфики оружия сделать это евроамериканцы собираются незаметно и постепенно. Например, распространяя онковирусы, подобранные под генетическую группу жертвы. А сам процесс доставки этих онковирусов на нашу территорию осуществляется с продуктами питания и водой, изготовленными в Евроамерике или на евроамериканских предприятиях, размещенных на нашей территории. Здесь главными преступниками на нашей территории являются губернаторы нескольких областей, а также правительство России, которое ориентировано полностью на зарубежные интервенции. Что стоит только то, как массово забрались в нашу глубину китайцы и представители всех, без исключения азиатских государств. Об украинцах, верных подданных Гитлера Патрушенко, и говорить не приходится. Они в России узурпировали большую часть постов в правительстве РФ в губернаторском корпусе, на экране, в кино и так далее. Выдавая себя заумелых управленцев, не способных навести порядок на Украине, они наводят беспорядок в России. Поддудку Гитлера Патрушенко и при попустительстве российских спецслужб. В регионах наличие фронта биологической или химической атаки опасно для местных народов. В Грузии размещена химическая и бактериологической лаборатории США. Но грузины зря надеются, что они войдут в наши дома и станут в них жить-поживать. Применение таких боевых веществ опасно и для самой Грузии. В конце концов, одна ракета с ответным приветом, но все же вернется в эту крохотную дыру и наведет там нормальный шорох. Надо понимать, что наша защита в том, чтобы мы не молчали. Чем громче наш народный голос, тем меньше будет оставаться решимости у приспешников Патрушенко и Трампа для того, чтобы нажать на кнопку «Пуск». Почти 20 лет развала России сделали отечественную медицинскую промышленность фармколонии и поставщиком евроамериканским компаниям компонентов тех самых боевых химических и бактериологических веществ, которые теперь после отверточной сборки грозят вернуть боевым применением в Россию. Многие московские клиники в лице своих руководителей уже 20-30 лет проводят закрытые программы и испытания различных медикаментов. То есть атака на Россию планируется в том числе и здесь, в России, в креслах украинцев-министров и контролируемых ими фармкомпаний. Конечно, все это делается под строжайшим секретом, но каким-то чудом англичане имеют формулы и даже само вещество класса новичок и более того применяют его на своих гражданах для провокации. Кстати, операция с новичком являлась разведкой боем. Посмотреть на то, как евроамериканцы отреагируют на проведение подобных провокаций. И задумайтесь, термин «провокация» одинаково применим и при прививках, чтобы организм выработал понимание к тому или иному микробу, и в военных целях, чтобы общество выработало понимание к тому или иному террористическому акту. Сегодня на Украине евроамериканцы отрабатывают зомби-отряды. Происходит чупизация западных наемников. Им вживляют механизмы, которые генерируют животно-агрессивное поведение. К этому добавляются наркотики. На трех таблетках такой вояка убивает в течение трех суток. А чтобы он это делал профессионально, с каждым персонально работают американские психологи. Кавказ, особенно северный и западный, снова могут сделать зоной бесконтрольной и бесчеловечной агрессии. И здесь единственным, кто может выступить против Гитлера Патрушенко, является глава Чечни Рамзан Кадыров. Между ним и украинским лидером все уже сказано. И Патрушенко очень боится, что ему, его сладкую конфетную голову, снимут простым перочинным ножом. Среди целей такой заварухи с завтрашнего дня или послезавтра Порошенко может объявить пожизненное военное положение на Украине. И тогда ему не придется проводить выборы, а сама Украина превратится в милитаризованного клона Израиля. Многовековая мечта о своей собственной родине может вылиться в образование ада в нижней части Днепра. Но, как я и сказал в начале, в этом и состоит преступление императора Александра Второго, который убрал черту оседлости. И если бы она оставалась, то все эти украинские гастарбайтеры и головорезы до сих пор пожирали бы друг друга там за чертой в колыбель беззакония и бесчеловечности. Трамп снимает войска с Сирии и Афганистана и перебазирует их ближе к Украине. По некоторым данным, в Грузии уже собралась группировка танков в количестве двух тысяч единиц. А в Приднестровье, которые евроамериканцы сотрут с лица земли, целые поля, усеянные натовской техникой, известные еще с прошлого лета. Разведданные оттуда поступают регулярно, и местное население уже давно поняло свою незавидную долю. Один из украинских журналистов так и сказал Путину «Уходите, и все кончится». Естественно, это уловка. Запад никогда не был гарантией русской государственности. Запад всегда нес нам только горе и геноцид. Надо было отрезать язык этому журналисту. Это было бы в духе Линча. Но кто знает, а вдруг у него в языке вмонтирован тот самый бесчеловечный евроамериканский чип. В свое время спецслужбы России не вырвали сердце Дерипаски. Хотя газета «Президент» много раз писала, что в аэропорту Сочи, где произошел теракт с самолетом, начальником охраны работает женщина в боевик из украинских правых. Дерипаску пожалели. Не знаю, бесплатно ли. А теперь он поставляет российские двигатели на украинскую бронетехнику. Она становится по границам и после ее действия будут разлетаться уже не фрагменты самолета, а куски российских граждан. Депутаты разных уровней, министры всех министерств, различные чиновники Российской Федерации, будучи уведомлены о надвигающейся провокации, вывезли своих детей-крысенышей на Запад. Они там собираются переждать, пока евроамериканцы иудейского окраса будут проводить зачистку русского населения на территории Исконной Руси. На месте Путина я бы устроил 1937 год и удобрил бы каждую пихту Сибири холеными косточками чиновников с двойным гражданством и их детей, находящихся на воспитании и обучении в лагере стратегического врага. Если этого не сделать сейчас, завтра эти самые крысеныши умастят нашими костями наши же родные просторы. Кость за кость в бою общей победы не бывает. Отец рода, глава страны, защитник государства, муж и воин, он обязан стоять насмерть за свой народ. Как бы трудно ему не было. И мое уважение всем тем, кто ставит выше своей жизни благополучие своего народа. Я жду этого от Владимира Путина. И пользуясь случаем, я поздравляю яркого лидера своего народа, главу Чечни Рамзана Кадырова с выходом книги «Фактор Кра. Грозный». Она рассказывает об истории столицы Чеченской Республики, героических страницах ее прошлого и настоящего, выход книги в свет, приурочен к 200-летию со дня основания города Грозного. Сегодня, 25 декабря 2018 года, в президент отеля состоялась презентация книги Джамбулата Умарова «Фактор Кра. Грозный». Идея книги принадлежит самому Рамзану Кадырову. В ней автор отмечает особую роль первого президента Чеченской Республики, героя России Ахматы Хаджи Кадырова, благодаря которому в Республике были прекращены разрушительные боевые действия и созданы необходимые условия для перехода к мирной жизни. И Рамзан Кадыров с достоинством продолжает дело своего отца. Пока породистые генералы российских спецслужб вымарывают окончание КО из своих личных дел, единственным сдерживающим фактором против физического зомби Патрашенко является глава Чечни. Все слова между ними уже сказаны. А уговаривать украинскую конфетную девушку никто не собирается. На мой взгляд, нужен предельно жесткий шаг в отношении тех бандитов, которые захватили власть на Украине. Нужно отрубить хвост? Надо рубить. Нужно отрезать язык? Надо резать. Нужно укоротить руки? Укорачивайте. Но только не оставляйте у этих нелюдей ни одной выступающей части тела, которой они могли бы нажать на кнопку пуск. А нежным толерастам я пообещаю. Лучше мы сделаем из них обрубки и обрезки. И в бетонной тюрьме будем кормить их со свинцовой ложечки за свой счет. Самым лучшим ядом. Чем они наводнят наши земли трупами. Жаль, что международная обстановка испортила нам праздничное настроение. Я прошу прощения за резкий текст. Но нам надо дожить до праздников и пережить их. И в таких случаях средства не выбирают.